Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 12.06 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот». По-прежнему в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. В первом части, напомним, мы говорили о возможном переносе даты старта нового учебного года. То есть не 1 сентября, предположим, а чуть позже. 15 сентября соответствующее поручение по рассмотрению данной темы Владимир Путин дал Кабинету министров и главам регионов. У нас есть опрос. Я к чему? Мы не подвели его итоги. Опрос на тему «Учебный год в российских школах». Три варианта ответа на странице ВКонтакте. По-прежнему лидирует вариант ответа «Должен начинаться 1 сентября». Такая же ситуация. На сайте хакирова.ру 60% проголосовавших выбирает этот ответ. 30% говорят «Пусть школа сама решает». И 10% говорят «Можно начинать на неделю-две позже». Но на самом деле на странице ВКонтакте 22% проголосовали за то, что можно начинать на неделю-две позже. И это довольно существенная цифра, показатель. Смотри, судя по тому, что наши звонившие в прошлом часе и наши спикеры говорили. Вот Валентин Николаевич Пугач, ректор Авятского государственного университета, говорит, что я за перенос. Да, нужно, можно. Буду так высказываться в случае обсуждения. А, видимо, оно все-таки последует, раз главам региона дано задание. А вот те товарищи, которые работают в школе, говорят, что против. И звонившие наши слушатели... А, нет, там разделилась наша слушательница пожилая, которая звонила, говорит, не надо. Ни в коем случае нельзя. Зато, да, человек, который работал и работает, слава богу, в РЖД, он говорит, что надо. Но у него уже такая достаточно взрослая дочь, да? Он говорит, что, вот, видишь, делится. И надо тут, исходя не из того, что это будет как-то сказываться на учебе, из-за того, что сентябрь, первая половина, отличное время для того, чтобы взять отпуск и съездить с семьей как раз-таки на отдых. Но, может быть, идея и пройдет. 15 ноября мы об этом узнаем. Может быть, пройдет отчасти, например. Не такой большой срок, да, на обсуждение, кстати. На самом деле, да. Но, может быть, в вузах будет какое-то изменение. Судя по отзывам в нашем эфире, представителей образования и по многочисленным отзывам, которые присутствуют в интернете, тоже представителей образования, вот, как-то по части школы-то не поддерживают эту идею. Не поддерживают школы. Переходим к следующей теме. У нас в гостях Александр Булдаков, заместитель министра внутренней и информационной политики Кироскобласти. Здравствуйте, Александр Викторович. Добрый день. Бюджеты вот этих самых субсидий, то есть грантов, насколько они стабильны. Могут ли рассчитывать те слушатели, которые, может быть, только сейчас задумываются на то, что получат эти гранты в этом году или, может быть, в следующем. Вот все эти вопросы хочется сейчас с вами обсудить. И вам предлагаем, слушатели, звонить по телефону 708-502 и задавать вопросы нашему гостю, если вас этот вопрос интересует. На самом деле, в этом году уже пятый юбилейный раз, да, будут распределяться эти суммы. И вот в этом году на эти цели из федерального бюджета наш регион получил 10 миллионов, почти с половиной. 10,5 миллионов рублей. Объем софинансирования из средств областного бюджета составил 700 тысяч. В 2013 году он был 500 тысяч, так что нельзя сказать, что он резко упал. То есть в этом году больше объема... Нет, вообще, в принципе, давайте вот бюджет этого гранта, да, этого грантового конкурса вырос в этом году, в 2015. Смотрите, общий бюджет по Российской Федерации остался неизменным, никакого урезания не было. Что касается софинансирования субъекта, то это определенный норматив, который рассчитывается Министерством экономического развития. В этом году он составил 700 тысяч рублей. Это минимум? Может быть и больше? Нет, это тот необходимый объем, который нужно предоставить региону по той сумме, которая дается из федерального бюджета. Вот эти 10,5 миллионов. Да, то есть даже если бы мы предоставили 2 миллиона, это не значит, что федерация дала бы нам из этого больше. То есть есть определенный норматив. А федерация из года в год дает нам вот такую сумму в 10 миллионов? Федерация дает, да, примерно такую сумму. Она меняется в зависимости от рейтинга субъекта. Рейтинг у нас растет ежегодно. А как на основании чего рейтинг? Какого рода рейтинг? Рейтинг состоит из двух составляющих. Первая – это уровень поддержки гражданского общества и вообще состояние гражданского общества в субъекте. Сюда входит в том числе и свобода средств массовой информации, и количество некоммерческих организаций, и доля социально ориентированных организаций в общем числе. И мы растем в этом рейтинге. Да, мы растем в этом рейтинге. Но в то же время, допустим, есть такие показатели, как, скажем, у нас в Кировской области активное Министерство юстиции, скажем, в прошлом году закрывало недействующие организации, которые были созданы там еще в 90-е годы. И вот по этому показателю мы немножко просели, потому что у нас количество организаций на бумаге как бы стало меньше, но в то же время активно действующих организаций, мы отмечаем, становится больше. И появляются новые люди, которые уходят с сферы НКО, и мы отмечаем это как положительное. В прошлом и в этом году озвучивали цифры по количеству НКО в Кировской области вообще порядка трех тысяч. Их сейчас поменьше стало, да? Ну там чуть побольше, не трех, там чуть побольше двух, но все-таки активно действующих, ну мы, наверное, можем около сотни отметить, которые действительно активно действуют и участвуют как бы в развитии гражданского общества. Все-таки есть ведь еще некоммерческие организации, которые, собственно, там, ну скажем там, детские сады, да, они тоже некоммерческие организации, но они все-таки занимаются там образованием, школьным, дошкольным и так далее. Есть профсоюзные организации, у которых своя специфика, но при этом каждая первичная организация это отдельное юридическое лицо, и там по количеству их очень много получается. Давайте еще раз про деньги, да? То есть федерация не урезала в этом году бюджет финансирования вот этого грантового конкурса, но ничего пока еще не говорила про следующий год. Когда становится ясным, будет конкурс грантовый или нет? Вообще государственная программа федеральная рассчитана до 2016 года включительно. Мы, естественно, рассчитываем на ее продление, но пока точной информации нет. В 2016 году это запланировано, но есть определенные изменения, я сегодня о них скажу, они уже коснулись у нас и этого года. Ну и в целом, наверное, чуть подробнее расскажу о конкурсе. Он объявлен был вчера, с сегодняшнего дня принимаются заявки, приниматься они будут до 15 октября. Все социально ориентированные некоммерческие организации Кировской области могут принять участие в этом конкурсе. Давайте сразу скажем, где заявки эти принимаются. Да, заявки принимаются в министерстве по вопросам внутренней информационной политики по адресу город Киров, улица Дериндеева, дом 23 и телефон для справок 64 15 63. Вот давайте, чтобы стало ясно людям, нашим слушателям, пусть они не члены НКО, но все-таки какие направления сейчас будут поддерживаться деньгами? И почему именно эти направления? Ну, направления, они определены у нас уже достаточно давно, определены постановлением правительства Российской Федерации. Это профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста. Здесь в том числе и социальные услуги для них, и в том числе, например, такие новые услуги, как обучение граждан компьютерной грамотности. То, что у нас сейчас активно развивается. Кстати, институт третьего возраста получает грантовую поддержку? Институт третьего возраста у нас получает грантовую поддержку, но отдельно. То есть губернатор Кировской области Никитич Белых отдельное направление. То есть они не здесь, не в рамках? Они не в рамках конкурса, то есть они получат поддержку вне зависимости. Подождите, все-таки университет третьего возраста, он вторичен. В первую очередь волонтеры информационного общества у нас появились. Они здесь, они в этом городе. Они как-то связаны для меня. Ну, конечно, да. Но там все-таки волонтер информационного общества — это обучение компьютерной грамотности. А университет третьего возраста — не только. Это не только. Психология, краеведение, домоводство. Совершенно верно. Социальная адаптация инвалидов и их семей, развитие дополнительного образования, развитие межнационального сотрудничества. Ну и другие иные направления деятельности, которые, собственно, конкурсная комиссия посчитает важными. Мы не ограничиваем только теми приоритетными направлениями, которые у нас указаны. Я все-таки позволю себе до конца перечислить эти, потому что это нас очень интересует, и людям, наверное, это важно. Да, если что-то не ясно, то нужно, наверное, пояснить. Да, развитие межнационального сотрудничества. Вот сразу примеры какие-то, потому что у нас много представителей НКО бывает здесь в эфире. Развитие межнационального сотрудничества, например, Дом дружбы народов. Да, вот они тоже существуют. Или фестиваль, который проходит у нас. Фестиваль национальной, да, грантовой поддержки. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Вот очень сложный, на самом деле, вопрос. Вот здесь, мне кажется, вообще очень трудно найти достойное НКО. Может быть, они и есть, но пристальное внимание к ним сложный вопрос. Сохранение использования и популяризации объектов культурного наследия и их территорий. Вот уж, понимаешь, сохранение использования... Одна из болевых точек, да. Болевых точек. У нас есть, кстати, по этому направлению заявители? К сожалению, пока не было. Представляешь, да, мы об этом говорим уже много лет. За все пять лет? Горячие споры. Предущие четыре года не было. И вот тут есть возможность получить грантовую поддержку и активно, да, вот, имея финансы, можно еще активнее развивать эту тему, но никто не заявляется. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Это тоже интересно. Это что такое? Я бы хотела посмотреть на НКО и на их программу, которая вот формирует в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. А что это такое? Вы знаете, мне кажется, у нас... Мне кажется, Следственный комитет хорошо формирует. Мне кажется, общероссийский народный фронт с самого момента своего создания очень четко, да, работает по этому направлению. А они получают гранты, интересно? Ну... Опоздают на наши, на региональные гранты заявляют? Я думаю, что, да, это крупная организация. Им и так хорошо. Да, им нет необходимости тут откусывать, как бы, в наших местных НКО, то есть это серьезная крупная организация. Но в части работы по формированию нетерпимости к коррупционному поведению, я думаю, что они дают пример многим. Угу. Вот я хотела еще обратить внимание, почему на примерах заостряюсь, чтобы людям было понятно. Социальная адаптация инвалидов и их семей. Вот было два примера в течение этого года у нас. Есть организация, которая называется «Дорога и добра». Очень хорошо известная. Они в свое время, кстати, тоже без грантов пытались как-то существовать, но когда научились их получать, процесс пошел, и они развиваются, и у них там прям человек выделен, который это делает, потому что без грантовой поддержки, вероятно, невозможно это развивать и существовать. И есть другая организация, не буду ее сейчас называть, которая раньше возникла вообще, чем «Дорога и добра», и тоже у них хорошее направление, но нет там человека, который занимался бы грантами. И они большие трудности испытывают, то закрываются, то открываются, просто потому что вот на эту стезю еще не вышли. Хотя стало ясно, что именно такие организации, они существуют не только в нашей стране, кстати говоря, на грантовую поддержку. А что им мешает встать под чье-то крыло? Я тебе хочу сказать, что я столкнулась с этим. Писать гранты и защищать свои проекты на самом деле не так просто. У тебя должна быть совершенно четкая программа, где, понятно, не просто цель, но весь путь достижения этой цели. Для того, чтобы это было ясно не только комиссии, которая не просто раздает деньги, а выбирает наиболее ценные проекты, но и тебе самому было ясно, как ты будешь следовать, как ты будешь расходовать, какие деньги на каком этапе тебе нужны, куда ты их тратишь. Этому надо учиться. Вот я вот, например, еще не дозрела, хотя понимаю, что во многих сейчас задействовано и некоммерческих организациях, и проектах, и помогаю. Но вот это сложно, это надо вникнуть, и это много очень труда. Давайте при том же университете третьего возраста откроем какой-нибудь факультет, курс подготовки. Мы, кстати, в этом году впервые по поручению губернатора серьезно занялись подготовкой наших НКО к федеральным грантам. Да, об этом говорил Борис Геннадьевич. И это дало серьезные результаты. Уже в два раза больше победителей у нас в этом году только за один этап, чем за весь прошлый год. И что касается региональных наших конкурсов, то, естественно, мы этим также занимаемся. И даже в этом году будем проводить отдельный семинар, который также я хотел бы нашим слушателям сообщить. Пройдет 30 сентября в 14.00 на базе нашей региональной организации «Общество знания» по адресу город Киров, улица Свободы, дом 47. Вся информация у нас находится на сайте правительства области в разделе «Развитие гражданского общества». Ну и мы просим наших коллег из общественной палаты все наши главные новости дублировать. И, в общем-то, на их сайте вы тоже все это можете найти. 30 сентября, 2 часа дня, Свободу 47. Предварительной регистрации не требуется, вот говорится, в сообщении областного правительства. Да, ну и, в общем-то, хотел бы перейти сейчас, наверное, к особенностям конкурса, которые будут проходить в этом году. В этом году у нас будет две номинации вместо одной. И одна из номинаций – это оказание индивидуальных услуг в социальной сфере. Это новое? Да, то, чего раньше не было. Раньше, по тем приоритетным направлениям, о которых мы говорили, люди могли заверять абсолютно любой проект, и конкурсная комиссия могла оценить. Теперь же не менее 50% по требованиям Министерства экономического развития должно субсидии расходоваться на оказание индивидуальных социальных услуг. Что это такое? И, кстати говоря, размер грантовой поддержки в этой номинации, он больше, чем обычный? Совершенно верно, да. Значит, в номинации по индивидуальным услугам это до 1 миллиона рублей, а по всем остальным, соответственно, до 500 тысяч рублей. Здесь речь идет о том, что получателем, благополучателем в рамках проекта должен быть конкретный человек или группа людей, у которых можно посчитать. Когда там нас коллеги спрашивали из НКВ, а вот приведите примеры, что это может быть, да? Мы тоже не можем об этом не спросить. Да, то есть я просто могу, пользуясь итогами прошлого нашего конкурса, привести пример этих организаций, которые гипотетически могли бы подойти под этот конкурс. Организация «Дорога добра» — классический пример. Есть конкретные семьи, конкретные дети, которые получают конкретные услуги в этом центре. Аналогично Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи, который возглавляет Нина Николаевна Ершова. Они занимаются и со здоровыми детьми, и также с детьми с особенностями развития. И то же самое, то есть конкретно есть конкретный благополучательный. Также, например, как я уже сказал, волонтеры информационного общества, да, то есть пожилые люди обучаются компьютерной грамотности. — Это то, что у нас уже существует. — Это то, что существует, да, и вот такие организации могут претендовать как раз на участие вот в этой номинации по социальным услугам. — Подождите, но это узкие сферы, это образование вот какое-то, да? — Не обязательно, почему? — А какие еще, из каких еще сфер могут быть? — А посмотри, вот это вот мы обсуждали, кстати, этот вопрос, может быть, не так пристально в эфире, но ты помнишь, когда к нам приходила директора Дома престарелых, да, вот он говорил о том, что необходимы волонтеры, которые приходили бы, помогали бы престарелым людям, потому что беседовать с ними, ухаживать, гулять, вот это тоже проекта, его просто нет сейчас, но мог бы быть. — Это индивидуальная социальная услуга, да, и мы как раз очень заинтересованы в том, чтобы у нас было как можно больше заявок именно в эту номинацию, потому что там фестивали, там и так далее, и так далее, у нас заявок хватает, да, а вот конкретная целевая помощь людям... — Ежедневная. — Да, 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 это уже намного более сложный процесс, и не так много пока еще некоммерческих организаций, не только в Кировской области, но и в России вообще, которые готовы этим заниматься. Ну, еще в качестве примера... — Так, подождите, а про туризм мы в последнее время много говорим. — По-моему, здесь его нет. — Может быть ли это, не знаю, перевозка по каким-то примечательным местам нашей области определенной группы лиц? — Какая идея у тебя сейчас родилась? Сейчас Володя имеет в виду это оказание туристических, например, услуг для людей с ограниченными возможностями. — Ну, тут могут быть не обязательно люди с ограниченными возможностями, да, то есть это могут быть любые категории граждан, да, которые в силу тех или иных причин самостоятельно этого сделать не могут, да, там, это могут быть дети из детских домов и так далее. Да, совершенно верно, то есть если услуга индивидуализирована, то, собственно говоря, ничего не мешает заявляться на этот конкурс. Да, даже тот же пример нашей замечательной организации, Ленинской организации инвалидов, которая сделала специальный спортивный зал, это тоже индивидуальная социальная услуга. То есть речь не идет только об образовании и помощи инвалидам, но совершенно разные могут быть услуги, но они должны быть вот как раз направлены на конкретного человека. И вообще эта тенденция, она, на мой взгляд, очень правильная, государство стремится расширить рынок оказания социальных услуг и то, о чем вы говорили, вот в домах престарелых и так далее, государству, государство стремится к повышению эффективности оказания этих услуг и созданию рынка, открытого рынка. Соответственно, данный конкурс в том числе способствует тому, чтобы такие проекты возникали и чтобы появлялись такие организации, которые в будущем могли бы брать на себя функции от государства на аутсорсинг. Потому что, ну, вы сами понимаете, что там, когда делают это государственное учреждение, да, то есть там порядок эффективности, он по-любому будет другой, когда нет конкурентной среды. А есть где-то конкретный список этих социальных услуг? Он утвержден или все отдается тем людям, которые будут выдвигать инициативу, а экспертная группа уже будет оценивать, социально это услуга или не социально? Вообще, перечень социальных услуг, он утвержден, там, соответствующим постановлением правительства, да, но когда мы говорим о социальных услугах как таковых, это вот чаще всего мы говорим о законе о социальном обслуживании граждан, и это вот обслуживание на дому, там, и так далее, и так далее, да. Здесь мы в нашем конкурсе пока говорим о более широком перечне, то есть это, называемых, услуги в социальной сфере, и ориентируемся пока не на закон социального обслуживания, а на закон о некоммерческих организациях и о тех видах деятельности, которые, собственно, их приравнивают к социально ориентированным. Но в будущем, я думаю, что будем стремиться к тому, чтобы все-таки нашему министерству социального развития помогать в реализации их полномочий за счет развития тех НКО, которые могут часть функций брать на себя. Вот пример приведу тебе еще, Володь, в Пермский край, насколько я знаю, мы, по-моему, как раз с Кириллом Лебедевым тоже беседовали. Министром социального развития Кировской области. По поводу ухода на дому, оказания помощи пожилым людям, лежачим, которые требуют ее. Есть, конечно, у нас и у министерства профильного обязанностей и какие-то финансы, но их недостаточно для того, чтобы постоянно патронировать этих людей, просто нет такой системы. Она как раз в других-то, в разных странах и, как оказалось, в соседних регионах уже выстроена как раз на основе НКО, которые даже перерастают постепенно в частный бизнес. Это такое государственно-частное партнерство. Да, почему такая разница? У нас же единое пространство, вроде законодательное. Что такое НКО? НКО и вообще любые проекты возникают, исходя из наличия активных людей, которые хотят погрузиться в эту тему, которые готовы все свои ресурсы туда бросить и которые, в отличие от наемных работников, могут это делать на высоком уровне. И вот когда они находятся, тогда возникает проект. А государство тут уже своими деньгами не готово поддержать, понимаешь? И тогда государство надеется, что будет выстроена работа наиболее эффективно. В общем, вопрос в наличии инициативных граждан. Люди сидят не на бюджете, а люди там всем отвечают головой, душой, деньгами, всем. И вот я знаю, что в Пермском крае за 8 лет удалось выстроить такую систему как раз по уходу за пожилыми людьми. Они, по-моему, вообще закрыли весь Пермский край сейчас. И существует, может быть, они и начали на грантовую поддержку, я не знаю, не в курсе. Но они и реализуют бюджет областной части его на поддержку и сумели привлечь деньги граждан, которые заказывают их услугу. То есть это целый комплекс развился, который сейчас эффективно работает. В Кировской области, например, такого нет. Вот тебе поле для работы. Как раз подобные инициативы, начиная с наших грантовых конкурсов, они позволяют посеять то самое семя, которое позволит взрастить пласт тех НКО, которые будут готовы постепенно заниматься этой работой. Потому что работа очень серьезная, и за один, даже два года нам не создать. И на один грант не построить. Это надо в системе. Да, но когда некоммерческие организации будут знать, что такая система создается, соответственно, они свои ресурсы уже будут планировать и ориентировать на то, что они в будущем могут участвовать в подобных конкурсах и заниматься социальными услугами. Тут еще ценность, видите, в чем? Тут ценность в том, что эти люди не одни. Они не то, что вот я придумала, я думаю, что у меня гениальный проект. Когда твой проект проверяют профессионалы, со всех сторон он рассматривается под лупой. Ведь привлекаются эксперты и НКОшники, и привлекаются эксперты социальной сферы, и из других смежных сфер. Они помогут тебе, твой бизнес-план, которым и является заявка на грант, отстроить правильно, изменить, подсказать, ввести статистические данные, вправить тебе мозг в правильном направлении, чтобы ты мыслил и не совершал ошибок, не наступал на грабли. Или, по крайней мере, они были бы поменьше, эти грабли. Это тоже очень важно. Да, и вы правильно сказали. У нас даже в этом году конкурсная комиссия, по большей части, там есть часть общественная, которая должна составлять более 50%. Ну и, соответственно, сотрудники органов исполнительной власти, КОИ у нас в этом году в основном из Министерства как раз социального развития. Потому что именно им предстоит оценивать вот те самые проекты. Вот поэтому я не могу сказать, что я огорчился, когда мне не хватило места в конкурсной комиссии. Думаю, ну все-таки, наконец-то там хотя бы одну осень я могу появляться дома пораньше, да. И когда действительно там огромное количество проектов. Это большая работа. Каждый эксперт должен оценить. Заявка немаленькая такая. Да, да, и при том, что каждый эксперт должен посмотреть каждую заявку. А поскольку у нас там квота чиновников ограничена, да, мы с радостью передали эти полномочия Министерству социального развития. Да, мы с радостью их приняли. Мы надеемся, что Министерство социального развития тоже ответственно подойдет к этому делу. И качество оценки не ухудшится. У нас время завершается. Беседа с Александром Булдаковым. Давайте все-таки еще повторим раз, да, где заявки принимаются, номер телефона и где семинар еще состоится обучающий. Да, значит, заявки принимаются в Министерстве по вопросам внутренней информационной политики по адресу город Киров, улица Дерендеева, 23, контактный телефон 64 15 63. И обучающий семинар у нас состоится 30 сентября в 14.00 по адресу город Киров, улица Собода, дом 47. И, собственно, название тех НКО, которые получат поддержку, станет известно уже после 5 ноября. Да, после 5 ноября, когда будет принято соответствующее постановление правительства, пройдут все заседания конкурсной комиссии. Список будет опубликован. Я думаю, мы можем еще раз встретиться и обсудить итоги этого конкурса. И даже пригласить победителей, чтобы узнать об их проектах. Да, и я... И хотелось бы, чтобы были новые, конечно, лица. И, конечно, я хотел бы обратиться к нашим уважаемым радиослушателям, чтобы как можно более активно принимали участие все, у кого есть друзья, знакомые, товарищи, как-то связанные с НКО, все вперед писать проект. Спасибо большое, Александр Булдаков, заместитель министра внутренней информационной политики Кировской области. Сейчас короткая реклама, после чего вернемся в студию. С еще одной серьезной темой. И значимой темой. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот». Вернее, скоро мы уже будем заканчивать, но будем заканчивать еще одной важной темой. Информация об этом появилась 17 сентября. Мы попытались разобраться самостоятельно. Мало что поняли и решили приглашать нас в студию Дмитрия Матвеева, заместителя председателя правительства Кировской области. А мы всегда так делаем. Как только не можем разобраться самостоятельно, так сразу Дмитрий Александрович. В нашей студии добрый день. Добрый день. Да, вот какое сообщение от областного правительства. В Кировской области федеральные льготники получат право на льготный проезд вне зависимости от дохода. Такую возможность получат граждане, которые сохранили право на получение набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения. Они заменили его на денежную компенсацию. Ну, тут придется напоминать ту схему, которая с марта этого года у нас начала действовать. По поводу адресности предоставления льгот. Которые такие горячие обсуждения. Дебаты, да, и высказывания. Не всегда такие спокойные. Не все были согласны. Не все были согласны, мягко говоря. На самом деле, как бы, конечно, не все были согласны, потому что кто-то потерял, кто-то приобрел. Но о принципе адресности льгот неоднократно говорят уже на федеральном уровне. Есть поручение президента Российской Федерации о том, что все льготы должны предоставляться с учетом адресности. Не всем подряд, а именно тому, кому они нужны. И сейчас огромное количество федеральных законов именно будет изменено с тем, чтобы вот этот принцип адресности при предоставлении определенных льгот был включен абсолютно по всем направлениям. То есть получается, что вот те федеральные льготники, вот упомянутая категория, которые были лишены льготного проезда на транспорте с марта, им сейчас этот льготный проезд возвращается? Давайте я как бы два слова об истории, чтобы тоже все понимали. Вот все федеральные льготники были лишены льготного проезда в 2004 году. С 1 января 2005 года они стали получать денежную компенсацию в составе ЕДВ. Об этом все, конечно, забыли. Все уже давно считают, что это прибавка к пенсии. Весь лет прошло, да. Да, и областное правительство, так скажем, даже это не их полномочия, установило дополнительную льготу. И, соответственно, с марта этого года эта дополнительная льгота по проезду стала, так скажем, адресной. То есть если у человека доход не превышает полтора прожиточных минимума, установленных на территории области, он имеет право на льготный проезд. А сейчас по поручению губернатора вносится изменение в этот нормативный документ с тем, чтобы те федеральные льготники, это мы говорим, инвалиды второй, третьей группы ветеранов боевых действий и участники, ну так скажем, чернобыльцы, будут иметь право на льготный проезд вне зависимости от их дохода, если они не отказались от бесплатного получения медикаментов. То есть наша задача сохранить как можно дольше здоровье этих граждан, а понимаем, что если они имеют группу инвалидности, значит они не совсем здоровы и нуждаются в постоянном лечении, наблюдении врача и приеме медикаментов. К сожалению, вот той суммы, которую они получают в виде компенсации при отказе от бесплатных медикаментов, ее, во-первых, не всегда хватает. Сколько это? Ну, там около 700 рублей. Тысячи даже, да? Да, то есть, во-первых, ее не всегда хватает на обеспечение этими медикаментами. Во-вторых, я вот больше, так скажем, уверен, и это есть на самом деле, большинство эту сумму тратит не на медикаменты и лечения качественного не получает. А у нас именно такая ситуация, что все лечение – это ежедневный и пожизненный прием препаратов при практически всех хронических заболеваниях. И мы как раз хотим, чтобы более доступные стали визиты в поликлинику, более доступные визиты в аптеку, как раз ввести эту льготу при условии получения бесплатных медикаментов в федеральном льготнике. Ага, так, значит, решение было принято на региональном уровне. Абсолютно, это дополнительное, так скажем, волеизъявление области, которое не установлено ни одним федеральным документом. Еще раз говорю, сам льготный проезд, он был монетизирован с 1 января 2005 года. То есть решение принято на региональном уровне вернуть льготный проезд федеральным льготникам. И вы сейчас говорите, что это сделано в том числе и для того, чтобы федеральные льготники стали чаще посещать поликлиники, больницы и вернулись от компенсации денежной за лекарства к бесплатным лекарствам. Вот для чего это делается. А можно сказать вообще, кому лично эта идея принадлежала? Таких изменений? В связи с чем это возьмем? На самом деле эта проблема нас давно, так скажем, преследовала в каком плане? Что у нас люди, имея серьезные заболевания, требующие серьезного и дорогостоящего лечения, просто от него отказываются ради этих денег каждый месяц. И мы в результате получаем осложнение, снижение продолжительности жизни из-за того, что человек просто добровольно отказывается от лечения. Ну, примеров там полно, да? То есть у человека там онкологическое заболевание, у человека с сахарной диабетом. Он просто говорит, мне лучше 700 рублей. Ну, вот с этим ничего сделать невозможно. И у нас получается, что из 170 тысяч льготников только 30 тысяч ежегодно выбирают бесплатное предоставление медикаментов. Все остальные выбирают денежную компенсацию и добровольно отказываются от лечения. — 716 рублей — это, конечно, нечего вообще. — Да, и с губернатором, как бы мы это долго обсуждали, решили для того, чтобы люди больше заботились о своем здоровье именно сами, вводить определенные, так скажем, дополнительные не льготы, а дополнительные стимулы для того, чтобы люди оставались в системе бесплатного получения медикаментов, заботились о своем здоровье. И вот, в частности, предоставление этого льготного проезда вне зависимости от дохода федерального льготника — это, так скажем, первый шаг. — А тогда как вы будете оповещать их? Может быть, в поликлиниках, в больницах будет активная агитация вестись? — Ну, на самом деле, если мы говорим сейчас про льготный проезд, то федеральным льготникам, всем еще раз повторюсь, это инвалиды, первая, вторая, третья группа, это ветераны боевых действий, это участники Великой Отечественной войны и все, что с ними связано. И, давайте так просто опять говорить, чернобыльцы и Семипалатинский полигон должны до 1 октября в отделении пенсионного фонда написать заявление о том, что они хотят получать бесплатный медикамент, а не эту денежную выплату. И тогда автоматически им с 1 января 2016 года будет дано право на льготный проезд вне зависимости от их дохода. То есть сейчас они имеют уже этот льготный проезд в случае, если у них доход меньше. Но на самом деле, если брать там пенсию по инвалидности и ЕДВ, ну, наверное, у небольшой только части этот доход получается меньше, потому что у большинства оно превышает. — Основная масса больше, чем полтора прожиточных минимума. И, соответственно, они как бы этой льготой сейчас не могут пользоваться. Если они выберут бесплатные медикаменты, они будут пользоваться в 2016 году этой льготой. Дальше мы посмотрим, если эта поддержка, так скажем, покажет свою эффективность, и люди станут, так скажем, больше заботиться о своем здоровье и будут более привержены к лечению. — То есть вы как будете отслеживать? По количеству обращений или по количеству тех, кто вернулся? — На самом деле, первое, конечно, это количество тех, кто вернулся бесплатным медикаментом. Ну и, естественно, у меня есть там персонифицированная статистика, кто и чем, и как лечится. То есть мы посмотрим, есть ли там увеличение приверженности и соответственно. — Подождите, еще раз хочу уточнить. Ежегодно люди, льготники, заявляют, хотят они деньги получать или лекарства все-таки нет? — Нет, там система такая, то есть он один раз в жизни может написать заявление. — Об отказе? — Об отказе, либо, наоборот, о возврате. — И если он не меняет свое решение, ничего писать не нужно. То есть писать до 1 октября нужно заявление только если ты меняешь свое предыдущее решение. — И так каждый год можно изменять свое решение? — Каждый год, пожалуйста, можно изменять свое решение. То есть можешь год получать медикаменты, год выплаты, ну, соответственно, надо писать заявление. — Может, я что-то прослушала, а те, кто не отказывались от бесплатных лекарств и не брали эту компенсацию, они тоже возвращаются? — Да, автоматом. То есть это не касается тех, кто в этом году только придет, это касается всех льготников федеральных. То есть мы как раз хотим, чтобы они получили определенную возможность более доступно ездить к лечащим докторам. — И все-таки, да, Дмитрий Александрович, возвращаясь к своему вопросу, каким-то образом работа проведена в поликлиниках и больницах по этому вопросу с врачами? — По этому вопросу с врачами мы работаем очень давно, потому что врачи, как никто, понимают важность этого лечения. Но, к большому сожалению, вот у нас, когда на чаше весов там здоровье либо деньги, у нас почему-то деньги очень часто перевешивают эту ситуацию. Ну, объяснений там много, кто-то говорит, там, льготных медикаментов нет, кто-то хочет, а я вот хочу покупать там определенные торговые номинования. — Ну, на самом деле, это все проблемы, так скажем, предыдущих, может быть, лет. Сейчас там запас медикаментов минимум на пять месяцев лежит на складе. Все необходимые медикаменты, которые используются для лечения всех наших распространенных хронических заболеваний, присутствуют. И в этом году перечень еще был более расширен, и все медикаменты и стандарты медицинской помощи тоже туда вошли. То есть стоимость лечения одного льготника, ну, по, ну, так скажем, я уж не говорю там про миллионные случаи, они тоже есть. Ну, очень много, десятки, сотни человек, которые более 100 тысяч рублей, так скажем, вернее, получают медикаменты больше, чем на 100 тысяч рублей в месяц. Бесплатно. — А тут 700 рублей. — 700 рублей, да. — Компенсация. — Что касается финансовой стороны дела, можно поинтересоваться, конечно, откуда деньги и не повлечет ли это дополнительных затрат. То есть как будет компенсироваться эта работа. — И да, и какая сумма на это выделена? — Ну, давайте так, у нас, как бы, сумма, она присутствует в бюджете. Сказать вот точно, сколько человек придет, так скажем, дополнительно отказавшись от денежной компенсации в пользу бесплатного получения медикаментов, я вот точно сейчас не смогу. — Но мы узнаем 1 октября. — Мы узнаем после 1 октября, да. То есть сейчас мы рассчитываем, и в бюджете соответствующая сумма заложена, это те 30 тысяч человек, которые и так без вот этой дополнительной льготы пользовались бесплатными медиками. То есть на эти 30 тысяч человек в бюджете деньги присутствуют. — Кстати, давайте еще поясним, что мы подразумеваем под льготным проездом. Это какие виды транспорта, где... — Льготный проезд — это, значит, внутри муниципальный, внутри городской транспорт, пригородный и межмуниципальный. То есть льгота для подавляющего большинства, кто попадает вновь, это скидка 30% от стоимости. — Треть, почти что. То есть внутри города? — То есть это автобусный и троллейбусный. — Смотри, какая интересная штука, Володь, получается. — В областном центре про троллейбусный. — Смотри, 168 тысяч 132 человек являются федеральными льготниками. Из них только 29 и 107 оставили с собой право получать лекарственные препараты бесплатно с сайта правительства, читаю. Остальные добровольно отказались. В бюджете есть деньги на льготное обеспечение проезда этих самых 29 тысяч. А если из тех 160, ну вот оставшихся 130 тысяч сразу хоп, и еще 30 тысяч напишут заявление до 1 октября? — С огромным удовольствием при уточнении бюджета мы все эти суммы найдем. Потому что мы понимаем, что эти 30 тысяч человек, их качество лечения будет намного лучше, чем было раньше. — Кстати, уже заявление есть? Или эту информацию нужно востребовать в пенсионном фонде? — Я думаю, что пока точной статистики у меня нет. — Шесть дней всего прошло. — Информация есть в пенсионных фондах, в управлениях соцзащиты, по линии здравоохранения. Есть много обращений, но количество точных заявлений, которые будут написаны, мы узнаем только после 1 октября. — Но осталось всего неделя времени. — Осталось неделю времени, да, согласен. — Многие ведь люди, наверное, по состоянию здоровья сами не могут подойти в отделение пенсионного фонда. Родственники могут ли это сделать? — На самом деле там система отработанная, достаточно позвонить в отделение пенсионного фонда, и они объяснят, что делать. То есть эти ситуации абсолютно решены. — Ну что, завершается у нас очередной дневной разворот. Благодарим нашего гостя Дмитрия Матвеева, заместитель председателя правительства Кировской области. — Мы в следующий раз, когда не сможем разобраться с тобой, Володя, в каком-нибудь вопросе Дмитрия Александровича, будем приглашать. Светлана Звонькова, Владимир Смитранин. — Да, завершаем. — Спасибо большое. — Спасибо за субтитры Алексею Дмитрию 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 Продолжение следует...